Профессор психиатрии Стэнли Гринспен разработал таблицу возрастных периодов, где обозначено, в каком возрасте у ребенка должны проявляться те или иные коммуникативные навыки. 0-3 месяца. Интерес и саморегуляция. В этом возрасте у ребенка появляется интерес к звукам, прикосновениям. Он выделяет лицо взрослого при общении с ним, смотрит в глаза, поворачивает голову на звук, реагирует на прикосновения. Для того, чтобы эти навыки развивались в полной мере, родителям стоит как можно больше общаться с малышом, петь ему песенки, ласково разговаривать с ним, глядя в глаза и пытаясь поймать его взгляд. Использовать стишки-потешки, где включаются движения ножками, ручками, прикосновения к лицу и животику. 2-5 месяцев. Интерес к другому и установление отношений. В этот период малыш умеет улыбаться и реагирует таким образом на общение с ним значимого для него взрослого. Он узнает знакомых и насторожно смотрит на новых для него людей. Заглядывает в глаза, прижимается к маме, когда хочет понижиться. Пытается принимать активное участие в потешках, которые мама часто использует. Он узнает знакомые слова и ожидает прикосновения, если по сценарию оно должно быть. Для развития этих умений стоит поощрять малыша на общение, называть его по имени, проговаривать свои действия. Мама штанишки надевает Сашеньке. Сейчас ножки в носочки оденем и пойдем гулять. Да, Сашенька? Чаще обращайтесь к ребенку, спрашивайте у него что-то, рассказывайте, объясняйте, пусть он пока не отвечает вам, но это способствует более быстрому установлению навыка общения. 4-10 месяцев. Целенаправленное эмоциональное взаимодействие. Малыш учится реагировать на поведение взрослых. Если ему не нравится лекарство, он будет крутить головой, отпихивать руками, протестующе кричать. Также он учится выражать свои потребности звуками и жестами. Если хочет в туалет при условии, что мама и раньше не пускала процесс на самотек, заглядывает маме в глаза и кряхтит. Если голоден, прижимается к материнской груди, тянет футболку, призывно кричит, показывая мимикой и жестами, что ему нужно. Причем этот процесс, предполагает обязательное участие взрослого. Родителям стоит всячески приветствовать эти проявления и активно участвовать в этом общении. 10-18 месяцев. Длинные цепочки обоюдных эмоциональных сигналов малыш учится более сложному взаимодействию. Он сам проявляет инициативу, просит игрушку, а когда получает ее, радуется и улыбается. Может тянуть за руку взрослого, чтобы попросить что-то вкусное. Может принести маме обувь, приглашая ее пойти гулять. Этому способствует проговаривание родителями всех действий, объяснение малышу, что он делает в каждый момент времени. 18-30 месяцев. Осмысленное употребление слов и фраз. Ключевым понятием здесь является именно осмысленность, то есть ребенок не просто механически повторяет слова киска, а называет так именно кошку, когда видит ее на улице или картинке. Показывает на собачку, когда мама спрашивает, где собачка. 30-42 месяца. Выстраивание связей между понятиями дай печеньку, потому что я хочу есть. Пойдем гулять, потому что я хочу играть в песочнице. В разговоре малыша должна прослеживаться логика, не просто набор случайных фраз или слов. В этот период разговаривать с малышом нужно как можно больше. Обязательно отвечать на вопросы, если они есть, объясняя все, что вы знаете сами. Кроме того, не стоит ограничивать ребенка в различных глупых, на ваш взгляд, развлечениях. Ковыряние в земле, собирание листочков или даже мусор – все эти действия направлены на установление малышом причинно-следственных связей и ваша задача помочь ему в этом.